Что, какая сегодня тема? Про герметические кредиты. Точно? Суды. Суды? Суды. Давайте так. Кто, что знает про эти штуки? Про герметические кредиты? Суды? Кто, что читал, где слышал, эту тему освещал Зела? Да. Ваше мнение. Что это может быть? В частности, алкоголь, да? Ну да, вот тут кто-то рассказывал, там на площади алкоголь. А вот с вас рядом интересно. Как же их вернуть, да? Набрать-то ладно, да? Набрал, и всё. Безучая банка. Гуляй, да? Вернуть. Наверное, многим будет интересно, как бы взять и не вернуть. Выпил и нормально. И ничего, да? Сразу скажу, невозможно. И всё. На другие пары. Либо прыгать. И так, энергетические кредиты. Что это такое? Что это такое? С чего начать? Смотрите. У каждого из нас есть определенный энергетический потенциал. И потенциал. Вот такой человечек. Парам-пам-пам. 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 Идёт себе по дороге. Вот он имеет определенный энергетический потенциал. С детства. То есть каждому дается определенный уровень энергии. либо уровень психической энергии не физической силы, а именно психической и этот уровень примерно тут он начинает курить начинает курить дымит и у него с самого начала идет всплеск некий небольшой подъем чаще всего это чувствуется, когда человек покурил, хочется о чем-то поговорить тянет, пробивает на базар это длится 20 минут примерно 15, 20, 30, 5 и энергетический тонус начинает падать ему надо опять покурить получается он опять курит у него он поднимается до вот этого уровня потом опять надо покурить и он начинает то есть он покурил, он опять поднялся потом опять опустился еще ниже его ломать начинает ему еще надо покурить он еще чуть-чуть поднялся он еще курит еще ниже опустился и таким образом курильчик попадает в петлю начинаются у него качели туда-сюда туда-сюда если это алкоголь вот поймите что вот этот потенциал энергии он распределен у каждого из нас на определенное количество времени в будущем вот нарисуем шкалу времени время и ваш определенный потенциал психической энергии распределен там на неделю одна неделя вы примерно примерно представляете да что будет через неделю кто-то занимается планированием кто-то ну просто примерно чувствует да что будет завтра там что будет послезавтра примерно кто-то там вот подумайте о поездке что вы поедете на Мальдивы завтра у всех билетов все не работает нищина вот все мы завтра летим на Мальдивы на месяц нет много надоест на 15 дней потом потом в Грецию есть эти оливки еще на 15 да представьте представили вот какая-то часть вашей психической энергии начала распределяться именно в те сектора которые сейчас были названы там один месяц один месяц один месяц какая-то часть нашего внимания ушла на месяц вперед на Мальдивы потом в Грецию это можно раскрутить еще больше через ваше внимание раскрутить так что вы реально поверите что все завтра летим все 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 собрано почти что надо там некоторых предупредить и все и вперед можно раскрутить так что у кого-нибудь из вас это сбудется в ближайшее время это еще еще то есть это можно раскручивать до реализации но опять же происходит что определенные определенные распределения вашей энергии те сектора времени реальности что происходит если например мы это не будем раскручивать либо построим какие-то планы у нас какая-то часть распределена на Мальдивы какая-то часть распределена на работу какая-то часть распределена на что еще Мальдивы Греция Мальдивы Греция здесь да вот это одна часть работа это другая часть семья да ну близкие семья вы можете наверное за ней личная жизнь личная жизнь да тоже много энергии личная жизнь что еще ну просто не просто семья это может быть родители папа мама близкие знакомые кому надо помогать а личная жизнь это может быть ну личная жизнь девушка парень у кого-то семья личная жизнь это одно то есть ну допустим да ну давайте побольше подумаем что еще хобби а хобби может быть и в Греции и на Мальдивах да у кого какой что еще досуг досуг вот так классно нарисовал хорошо идет идет поток идет досуг не курим допустим не надо накурить ну это не мы это человек человек вот определенное направление распределения энергии туда 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 примерно мы представляем что будет а теперь внимание что такое энергетический кредит что происходит этот человек идет в компанию на день рождения типа дыр 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 типо ну там old etapa он напивается в хлам бухать это как кураж Жгет, куражит, 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 4 часа куражит, потом всю ночь куражит, потом еще пьет. В общем, это все дело затягивается на сутки, хорошего такого досуга. И что происходит? Может, там еще он что-то курнул, что-то такого наркотического, ну, к примеру, там, ну, допустим, это молодой человек. Который только жизнь познает. У него много энергии, там, у него еще учеба. Учеба и так далее. И получается такая картина. За эти сутки, вот они, злополучные сутки, выходит энергия, стягивается сюда, вот это. Раз. Пол-литра водки съела вот этот кусок, пол-литра водки съела вот этот кусок, пол-литра водки, работа, опоздал на работу. Но это потом все будет, все потом, потом досуг. Еще вот момент. Деньги. Деньги, сбережения. Это как эквивалент энергии. Деньги ушли туда же. Он хочет продолжить. Берет еще. Берет уже с энергией учебы. И получается такая тема, что вот эту энергию, он, вот такая картина у него, вот такая, все потрачено здесь. И с друзьями. У друзей то же самое. Наступает завтра или после завтра. Следующий день. Это один день, где он гулял. А это второй день. И вот на следующий день у него вот такая картина. Понятно, что такое кредит? Это если он только начал, если у него еще много энергии, если он еще молод, жизнь бьет ключом, не по голове пока, по другим местам. Потом, что происходит? Если он начинает это дело как-то идеализировать для себя, потом он переходит в клубы. В клубы, в танцы, в гулянки, не дай бог наркотики. То есть его энергетический потенциал. Из будущего, вот отсюда, тратится здесь. Четыре часа, или там за два часа. Вот он все здесь сливает в моменте. И забирает из будущего. Забирает, забирает, забирает. И понимаете, вот каждый следующий день настолько пустой и печальный, и разбитый, что он еще забирает. Через какие-то вещества. Вот сюда. И вот эта канитель продолжается, продолжается. Таким образом, человек попадает в петлю энергетических кредитов. То есть он берет кредит. То есть ему надо еще больше взять кредит, чтобы получить первоначальное состояние. Хотя бы вернуться в норму. Это что значит? Это значит, что от трезвой жизни он уже не испытывает былой радости, счастья, удовлетворения. То есть ему уже не кайф. Ему надо чем-то, что-то там, где-то гульнуть, что-то там принять. Где-то потусить. Потому что, что входит в энергетическую судьбу? Давайте разберем. То есть понятно, да, схема? То есть берется энергия из будущего до тех пор, пока человек он ее набирает, 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 набирает. То есть он уже не может. То есть он попадает в эту петлю. Петлю набора энергии. Я думаю, Роман, я думаю, в единичный случай, даже мало, но подумаешь, там человек выпит уже. Слушай, не все пойдут там вообще сегодня-завтра, если завтра и... Ну, конечно, не все. Но есть... Вот вы поймите, что есть лекции, я слушал Жданов, кто слышал. Он делит людей на культурно пьющих и алкашей. Вот знаете, лучше быть алкашом, чем культурно пьющих. Конечно. Почему? Потому что у культурно пьющего постоянное отношение с его кредитором. Всю жизнь. Всегда. Винцо там, эвкотом. Че там у чучу? А это как-то... Вот этого больших плюсов нет. Не все, конечно же, становятся алкашами, наркоманами и так далее. Но давайте мы разберем, что есть, что вообще входит в энергетические кредиты. Ну, ведь, а здесь, допустим, не обязательно, да, он как будет? Ну, сейчас я назову, что это такое. Ну, круг-то это же разорвать можно. Конечно. Потом мы будем общаться, как можно от этого уйти, как можно это все дело закончить. Смотрите, что входит в энергетическую суду. Давайте начнем с самых высоких ставок по процентам и закончим с самыми низкими. Наркотики. Да, наркотики. Процентная ставка бешеная. У разных все равно высокая. То есть один раз попробовал, потом хочется еще и все, и затягивается. Потом человек берет кредит, еще, 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 еще. И от них колбасит очень сильно. Очень сильно человек чувствует эйфорию, радость, счастье, думает все. И на следующий день, или на второй, на третий день он уже не хочет жить, и ему нужна новая доза, еще и больше. Почему доза увеличивается? Потому что ему нужно больше взять суды, для того, чтобы испытать примерно то же самое, что в первый раз. Потом больше, больше, больше. Высокая процентная ставка. Дальше идет что? Алкоголь. Тут можно легкие наркотики. Алкоголь. Сидеть. Сидеть. Тобак. Вот. Это одни из самых таких коварных кредиторов. Допустим, это кредиторы. Это одни из самых коварных. Почему? Потому что человек на протяжении жизни может их принимать до конца своих. Он постоянно отдает. Что это значит? Но потом я расскажу, что какой отжим у человека процента бывает. Как можно платить? То есть как люди платят за это? Даже если они чуть-чуть, немножечко пьют или курят. Дальше. Что еще? Сейчас новое такое направление, мощное пошло. Техникарство что? Социальные сети. Что у вас социальные? Это там чуть пониже. Потому что сейчас мы рассматриваем то, что непосредственно входит в наше тело. То, что меняет химический состав крови и перенастраивает вибрации. Еда. А современная еда? Синтетическая еда. Синтетическая пища. Дальше идут энергетические напитки. Почти наркотики, на самом деле. Наркотические напитки. Почти практически наркотики только в законе. Антидепрессанты. Давайте не антидепрессанты, а назовем это фармацептиком. Ну там разные виды, не будем даваться. То есть на этом тоже торчат. По рецепту только. Надо, надо. Мне надо принимать. Успокоительные всякие. Пожалуйста. Все. Засел на крючок. Дальше. Что еще? Вареная пища. Дальше. Ну неужели прям вареная пища еще можно почистить? Да. Как землей-то. Курица отварная. Да. Сто процентов. Отчасти. Попробуй слезть. От гречи. Три дня попробую, попробуй посидеть. Чей, борщ, без сметаны, без майонеза. Все равно это вареная пища. Да. Ты же его варишь или как? С один номер. Или жаришь. Как вся русская культура, по-моему, сейчас как-то. Пищевая. Вот почему тема скандальная. Вот именно, да. Тут много чего раскрывается. А кашка, гречи, куча, кашки. Вы варите? Естественно. Все, до свидания. А кашку мы же тоже варим. А кашку мы же тоже варим. А кашку мы же тоже варим. Напитки. Да, именно так. Дальше. Чай, кофе. Это варим? Кофе. Азартные игры. Вы позволите, я уйду. Все. Все, нельзя. Можно, конечно. Азартные игры. Там очень спорный вопрос. Мы не будем его касаться, потому что мало народа на этом торчат. Но все же это спорт, такие виды спорта, активные виды спорта, они все же дают некое развитие. Они дают, они забирают. Но в итоге вот это все, то есть вот это все имеет разные процентные ставки. Вот сразу вам скажу, вот это вот, вот этот процент человек, каждый человек способен отдавать в течение всей жизни. Еще размножаться и жить хорошо. Более-менее. Средний. Вот этот сегмент. Вот здесь уже... Социальные сети сюда не входят раз? Ну, просто мне негде писать. Социальные сети, да. Процент у них время. То есть процент изымается, когда ты засиделся и просидел сон в нужное время и выспал. На этом можно сидеть, болтаться. На этом болтается половина мира. То есть практически 90%. Этот процент можно отдать. Этот. Здесь уже очень тяжелая ситуация. Здесь еще можно быть культурно пьющим. Люди делятся на тех, у кого нет тормозов. И те, у кого есть тормоза. Спасибо. Вопросы? Что такое? Ну, смысл энергетической ссуды. Это больше поразит сознание. Но он все равно подсасывает. Ну, как бы если человеку это вредит, ругательство, матом, он платит. Смысл в том, что вы что-то потребляете, кайфуете, а потом вследствие этого потребления может быть какая-то патология, отклонение, либо какое-то разбитое состояние, депрессия и так далее. То есть это, можно сказать, причина, по которой может развиться... Человек, так трудно отказаться от своих привычек? Трудно. Будет безвестнее, как ты оставаешься. Очень трудно. Особенно с питанием. Там просто глубокая тема совершенно. А подваренной пищей, понимаете, именно то, что сварено в воде, или все, что термически обработано? Термически обработано. Все. Это тоже суда, которое приводит к определенным болезням. Ты можешь сказать, что такое люди не могут. Все удовольствия у нас. Ради чего жить? Рома, вопрос такой. Посмотри, вот есть люди, которые не употребляют наркотики, алкоголь, ну, так ведут здоровую жизнь. А, ну, жизнь, как бы, больше похожа на амебу. Нет особой энергетики. Ну, то есть из-за чего это может быть? Ты знаешь таких людей? Да, знаю. Вот он не пьет, он не курит, наркотики, естественно, не употребляет. Ну, насчет энергетических, там, вольных птич, я не знаю. Вот, но по поводу именно таких тяжелых, да, которые энергию отбирают, он не употребляет. Но, как бы, такое, он очень-очень спокойный. Он всю жизнь так живет? Ну, всю жизнь я его не знаю, я его знаю, вот три. Он будет, наверное, спокойно. Ну, в соцсетях сидит. В интернете сидит. А я, как правило, людей, которые много себе вот отказывают в этих энергетических паштитах, они такие зануды, это какой-то кошмар. Занудство вырастает. Я тоже про себя думаю, я такой зануд. Я просто свое наблюдение. Людей, которые вот ограничены. Друзья, есть еще фактор саморазвития. То есть, еще, скажем так, магнетический центр человека. Вот, есть человек, у которого нету магнетического центра, который тянет его к развиваться. Вот, потребность развиваться. Если этого центра нет, он будет сидеть. О, вот так же сидит. Я не говорю. Это вредно, да. Тебе кайф? Покурить, нет. Да, да, да. Выпей, нет. Это вредно. Я хочу потанцовать, не хочу. Вот, сразу, видите, посыпались какие-то моменты из жизни. Конечно же, многие люди, которые бухают, куражут, они, в них что-то есть. Легкий порог. Давай с нами. Ты клубишь. Конечно же, они кажутся активнее, веселее, как-то, да, интереснее. Ну, из-за чего? Из-за того, что они критикные стояния, получается. Наверное, и больше. Они постоянно, потому что, что такое энергетическое судо? Есть эгрегоры. Эгрегор наркоты. Алкоголь. Табак. Это энергетическое образование вокруг, вообще не во Вселенной. Даже не знаю, где. И так далее. И вот человек такой живет. Задумался, так, покурю, курнул, и получил дозу. Такой, ой, состояние поменялось. Нормально, все. Все, он заключил с ним контракт. Как это, в договоре. Подпишите договор на кредит. Сносочка, звездочка. И там, мелкими буквами. Он дан. Я понял, все, подписываю. Все нормально, ключи. Хорошо. Такой, друг такой говорит. А друг, его уже такой друг. Он уже закреплен вот здесь, вот здесь. Алкоголь, наркотики. С религией он может не дружить, потому что эти достаточно сильные. Табак, наркотики, алкоголь. Он курит, пьет и еще немножко покурючит. И он ему говорит, слушай. А он смотрит на него и такой. Этот ему говорит, да что ты типа, все это легкое. А у этого много энергии. А этот уже побитый. Что ты типа такой, как бы куришь только. Вот, попробуй. Пошли в клуб, бухнем. А, пошли. И подцепляет его на алкоголь. Чик-чик у него мешается. И потом ему предлагает, или там кто-то другой предлагает еще. Все. И он такой рваный. Но это все со временем происходит. И происходит, что передача друг другу вот этих вот штук. Конечно же, как передать? Как его затащить на эти все эгрегоры? Как? Чтобы он суду взял. Нужно колбаситься и быть веселым. Ну или там, какие-то интересности, какой-то подкуп должен быть. Понимаете? А куда эта энергия? Конечно, высокие уши. Вот сюда уходит. И что, и что она там? Ничего. Все, и каждый день больше, больше, больше того, потому что взрыв во вследних. Ничего, бесконечно. Всегда идет как хочу. Кто-то красит? Ангелы, конечно. Кто-то, кто-то ей пользуется. Какие ангелы? Ну что, это вообще... Даже к этому идет на всем. Противостояние есть? Кто-то бьет? Противостояние есть. Конечно. Об этом чуть попозже. Просто нужно вам понять, как происходит вообще передача, как людей затягивают и подсаживают. Вот этих эгрегоров, их много, очень много. Ну, до хрена. Вообще. Полно. Разно. Там энергетические напитки, химическая пища, синтетическая. Производство. Сейчас вот целые заводы будут, работают на то, чтобы людей подсадить. То есть, ну, кто-то, конечно, в итоге выгоду имеет с этой энергией, которая уходит, она же куда-то уходит, может быть, кому-то уходит. Там, кто и алкоголь производит, больше потребляет, становится... Ну, алкогольный магнат, это фаворит этих эгрегоров. То есть, ему она переходит в виде денег, и, как правило, они сами не... Либо культурно пьющие, либо вообще не пьют. Они просто эту энергию конвертируют в деньги и покупают себе виллы, дома, и... Болтаются, можно сказать, на более престижных эгрегорах. Вот, примерно так. А с религией? Религия, она просто как бы кольцует ум. То есть, человек тоже с ней получает определенные какие-то ништяки. Но он становится, скажем так, его сознание становится узконаправленным. Только это, только это. Потому что, на самом деле, сила, ну, либо кто-то называет это Бог, еще как-то, да, хорошая сила. Это проявление реальности, она может быть личной, может быть безличной, но это многогранность. То есть, это и это, и это, и этот вариант, все, много разных вариантов, противоречивых, одновременно допустимых. А религия что делает? Она ему говорит, только так, и никак иначе. Тут, например, одна религия, тут религия номер два. Это ломится сюда, это и говорит, нет, тут другие правила, до свидания, все. В эту не верь, верь в эту. Дальше что происходит? Как эгрегоры, да, правильно. Как эгрегоры религии скашивают свои проценты. Очень жестко. Вы сейчас можете открыть интернет и посмотреть. Это может быть не религия, это может быть идеология. Война. Группа этих и группа этих. Эти плохие, а эти и вообще такие. И до свидания. То есть, группа на группу и начинается битва. Все. Когда происходит смерть, определенная группа людей получает энергию разными. По большому счету, может быть, даже показаться немножко мрачно, но идет прям битва за энергией людей. С разных сторон. Понимаете? Много-много разных 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 разных, причем люди заморачиваются. Единственное, чистый, достаточно чистый источник энергии, не кредит, не кредит, не суда. А то, что вас всегда будет питать. И то, что может помочь освободиться от процентов, от зависимости, от тех, которые... Вы сейчас даже можете сами примерно прикинуть, с какими эгрегорами вы в своей жизни общаетесь и на каких подвешенах. Все это можно для себя как-то даже подумать. То, из чего я список написал, вот можно прикинуть, на чем мы зависим. Единственный источник. Источник силы, то, что творчество. Это творчество. Источник... Вот творческая энергия, вот этот вот виртуозный подход к каким-то делам у детей это чувствуется. То есть они и так, и сяк, то есть им никогда не скучно. Это и есть источник энергии, который вас может питать, и это не кредит. Но большинство эгрегоров его просто легко рубят. У них просто есть источник, они подпитываются вначале отсюда и потом плавно их переманивают сюда. Потому что они напитываются энергией, то есть у них есть какой-то источник. Но как заканчивают художники-наркоманы? Ну в итоге, как концовка. Приятно. Феерично. Нет, все равно идет. Все равно он удаёт. Вот и всё. А почему вот многие известные композиторы-художники, они творили свои самые лучшие произведения, когда им было плохо? Потому что они смогли конвертировать энергию эгрегора, конвертацию, как бы нарисовать. Конвертировал в искусство. Это те люди, у которых есть, ну эту функцию можно у себя развить. То есть это конвертация энергии эгрегора за два часа, когда его там прёт. То есть он в этих всех картинам намалевал, хоп, произведение. Это как-то музыку посещает, да? Вот. Да. То есть он на пике своей активности выдал продукт. Продукт. Ну потом идет раскаяние, печаль. Он может уничтожить этот продукт на депрессии. Может, другие могут заметить, он передаст и говорит, это шедевр. А, это шедевр, надо ещё принять. На трезвую шедевр не получается. Ещё принимает, ещё продукт. Но это вопрос конвертации этой энергии, которую человек получает с кредитором. И всё. Энергии можно конвертировать, то есть всё, что угодно, в деньги. Деньги – это эквивалент энергии. Когда идет отдача процентов по кредиту, какому-либо виду эгрегоров, когда они забирают энергию, у человека могут случаться разные несчастья. Идет слив энергии. В виде чего? Вообще, выплата процентов, она обычно начинается сразу после окончания действия каких-то там моментов. Например, после хорошей жареной курочки с картошечкой. Словость такая наступает. В обед. Что хочется? Слово дритв? Нет. Что иногда, что иногда делать? Он такой… Давай кофе. Кофе. То есть один, второй. А это просто слип, это отдача процентов. Выплата начинается сразу же, после окончания действия. Потому что, когда вкусно ешь, ну вот честно, есть зависимость от вареной пищи. Потому что я прошел этот этап, целый год колбасил. Просто колбасе не падется. Хочется есть, запах тебе. Туда тебя рвет на части. Но это, опять же, я говорю, это необязательно, что нужно переходить на сыроедение и все. И до свидания. Можно жить и нормально на традиционном питании. Но, опять же, выплата процентов, если вы злоупотребляете жирной пищей, либо несбалансированное питание, оно потом бьет по телу. Либо вес уходит, либо лишний вес появляется. Это оплата. То есть, если вы нарушаете законы какие-то, то вы знаете, что вы нарушаете. Хотя бы знайте, какой закон вы нарушили. Чтоб не было такое, о, за что мне это. Я вроде ничего плохого никому не сделал. А за плечами годы, годы, годы употребления каких-нибудь энергетиков, либо какой-нибудь там жирной пищи, которая просто организмом не усваивается. Это не замечается человеком. А замечается другое. О, там, за что-то мне это. Вот, вот, Бог там со мной неблагодарно поступил. Почему он такой несправедливый? Потому что человек просто не знает, какие законы нарушает. Проценты отдают. Минимум. Минимум. Это лёгкая депрессия. Кто замечал, после хорошей дозы кофе, вначале вас штырит, а потом... Минимум отдача процентов. Лёгкая депрессия. У кого как? Просто если сердце стучит, то есть если, понимаете, может пробить на физику. То есть первое начинается с чего? С энергетики. Идёт перекос. Э, там, уже не то состояние. Состояние поменялось. Идёт лёгкая депрессия. Это минимум. Если идёт дальше, средняя тяжесть. Средняя тяжесть. Это, скорее всего, не физика, не болезнь. Это, скорее всего, средняя, это потеря денег либо какой-то материальной составляющей жизни. За чашку коди? Нет, не за чашку коди. Нет, не за чашку коди. За чашку коди. Скажем так, минимум процентная ставка, минимальная процентная ставка. У каких вещей? Кофе, чай. То есть минимальная процентная ставка. Средняя процентная ставка. Вы поймите, что я говорю про последствия, про проценты, на что они отражаются. От кофе не обязательно материя. Это не минимальная. Минимальная от кофе это лёгкая депрессия. Очень много людей отмечают. Вы почитайте. Я просто по себе знаю, что пьёшь чё-то такого, бодрящего. Также энергетические напитки. Потом депрессию кидают. Таксисты там напиваются этого кофе либо каких-то энергетиков, они потом тупить начинают человеку. То есть это вот депрессивное состояние. Если человек подсажен на несколько видов кредиторов, то у него может в жизни нечаянно случится какой-то коллапс. Он может что-то потерять. Либо деньги, либо ещё что-то. Либо с работы увольняют. Забухал, уволили с работы. Так, так. Что-то там начал принимать, уволили с работы. В общем, пошла жизнь уже, пошёл отжим материи. То есть это уже средняя тяжесть. Это если человек болтается очень долго и, как правило, это после 30-40 лет. Это просто чувствуется. У многих людей спад в жизни, у многих, у большинства, начинается после 30-40 лет. Идёт вниз. Почему? Потому что до этого времени он набрал столько, что... Извините, давайте обратно. И он начинает платить. Платить сыпется материя, депрессия. кризис среднего возраста. Да. Это всё туда. Вот это зло, скажем так. Самое мощное и скрытное зло. Дальше идёт, что у него сыпется жизнь. И уже такая... Уже третья, это уже тяжёлый случай, это здоровье. Здоровье, тело и смерть. Болезнь. И смерть. Понятно. Да? Весело. Вы можете сами прикинуть градацию всяких разных штук в природе. сферы развлечения, алкоголь. Он разный, дорогой, недорогой, и так далее. Табаки всякие, изысканные блюда, вредные блюда. Энергию очень много отнимают обиды. Это не относится к кредиторам? Это больше пробоина. Обиды, пороки, это либо энергетические паразиты, программы. А пороки, что вы имеете ввиду? Я думал, порок, алкоголизм как раз, а что тогда был порок? Порок есть порок. Это то, что у вас отнимает энергию, уровень жизни на каком-то уровне. То есть, либо энергию, либо счастье, либо материю, и так далее. Обида, это пробоина. То есть, у вас есть энергетика, определенное ее количество, и вы обиделись, это блок и дырка. Все, через это вытекает. Вы думаете. Это другая тематия. Это не фигура. Немножко другая. Немножко другая. Кредит это то, на что человек подсаживается, и вынужден к этому прибегать. Еще раз, еще раз, еще раз. То есть, из-за того, что он испытывает депрессию, ну, примерно, после, там, кружки кофе, час назад, у него опять, это состояние вернулось, еще в худшее. То есть, у него потерялась, сосредоточенность, он начал думать не так. То есть, у него мысли путаются, и так далее. Что у него первое на ум приходит? Надо еще... Почему тогда, когда секс не вписали? Уже такой приведенный... Секс нет. Это форма сознания. Секс не то. Секс в две стороны работает. Есть здоровый секс, человек, с которым вы испытываете искренние чувства, и секс по привычке, ну, да, то есть, один-два раза. Это немножко другой вид секса. Вот и все. То есть, необходимо просто для себя понять, что... какие законы есть. Есть эти законы. Не отдать проценты не получится. И тут мы подходим к важному моменту. Как это все дело закрыть, решить, перекрыть, и освободиться от кредиторов, от игроков. Да? От зависимости. Вот если взять дыхательные практики, серьезные, те, которыми мы занимаемся, что происходит? Приходит человек первый раз, его вначале может подкинуть высоко, высоко и ненадолго, потом обземлю шмякнуть на более глубоком занятии. Его начинают штырить и так далее. Происходит интенсивная отдача старых задолженностей. За счет чего? Кто знает? У нас приобретённая энергия. Да. Когда мы дышим в глубоком сеансе, когда происходит серьезная проработка, происходит форсированная накачка вашего энергетического тела. То есть её становится очень много. Если посмотреть свечение человека в обычной жизни и во время процесса дыхания, то у него оболочка будет ярче раза в 3-4. Он просто будет светиться. И в этот момент идёт интенсивная резкая отдача энергетической суды многим другим эгрегорам, маятниками. Так, почему избавляется от курения через дыхательные практики от алкоголизма, от наркомании и так далее. Почему меняются пищевые привычки после занятий по практике дыхания? потому что человек эти хвосты прошлого он их закрывает и отдаёт. Уходят обиды, они осознаются. То есть осознание обиды это вычисление пробойны и если ты её уже знаешь где, ты уже её можешь имеешь возможность заделать. Осознать для себя решить этот вопрос. Потому что нерешённый вопрос это всё, это утечка до свидания. Всё, энергия уходит, она тебя точит изнутри. И если есть утечка, то ты просто не можешь принять решение сейчас правильно. Оно будет кривое. Вот и всё. То есть за счёт интенсивного, за счёт интенсивной накачки энергии через практики дыхания плюс помимо того, что она интенсивно накачивается во время дыхательной практики, ещё высвобождается та энергия, которая была затрачена на обиду, на всякие переживания, на какие-то плохие эмоции и эта энергия тоже высвобождается. И человек интенсивно начинает алкоголь, наркотики, питание, он начинает отдавать. Забирайте. Заберите. Всё. Не надо ваш. Понимаете? Он дышит. У него идёт накачка праны. и тут осознание происходит, и он очень-очень яркий. Тут же после некоторые люди отмечали такие моменты, когда после хорошей дыхательной практики к ним начали липнуть провокаторы люди. Как-то провоцировать. Кто отмечал? Откуда-то появляются люди, которые начинают тебя как-то отдай нам это. Потому что это люди, которые опустошены. Они пустые. Такой апокалипсис. Зомби-апокалипсис. Зомби-апокалипсис. ее нет. Они дырявые, у них утекает она. А ты тут светишься идешь по Арбату. Иди сюда. Зомби-апокалипсис. Их много. Много. Дай. Они завязаны. Их мучают эти ребята. Они присоединены к этим друзьям. Они его мучают на дальнем проценте. А он тебя это все бессознательно. А он тебя увидел. Да. Да. Что такое провокация? Он просто делает такие действия неосознанно, которые тебя начинают раздражать. Понимаете, ваше раздражение, если вас кто-то раздражает, то ваше раздражение это просто слив энергии. Вас вывели на эмоции, все, вас раскрутили, вас развили. И что тому будет? Даже если провокации. Кому? Кому, кто спровоцировал. Ничего. энергия будет. Ничего ему не будет. Он просто покушает вас и удовлетворится. Значит, все-таки будет удовлетвориться? Конечно. Даже если это сильно отрицательные эмоции, то до гнева, до энергии заберут эгрегора. вы поймите, что давление на провокатора идет с энергетики. То есть он неосознанно понимает, что ему хреново. Если мне хреново, то я сделаю вам хреново. понимаете, к примеру, как я это сделаю? Я сделаю любым способом. Даже вплоть до того, что официант, который не выспался, или который на дискотеке побывал, он вам приносит что-то и разливает на вас нечаянно. Ой, случайно, извините, пожалуйста. Его колбасит. А вы все в пиджаке сейчас придет девушка, а вы все в белом, а у вас все макароны за шкиркой кофе. Вы сидите и ты что, парень, вообще? А что ты сделаешь? Ты что, морду набьешь? Нет. Вы поймите, что это спишется на случайность. Нелепость. Но это не случайность. Потому что официантов колбасит после дискотеки. отдает процент. Он отдает процент этому кредитору. Но так как у него энергия уже высосана, через него пробивает и идет на вас. Происходит, что вы беситесь, не можете, у вас поломалась встреча, вы звоните, я в макаронах, извини, бегаю. Либо приходит девушка, она макаронный магнат, что ли? Тебе что, лапши на уши намешали? Происходит, что? А вы беситесь, вы отдаете свою энергию, вы начинаете вибрировать, у вас слив, ну, нелепая ситуация, у вас слив энергии, но он ее не получает, получают ее вот эти друзья. как защищаться от чеснок? Да, есть люди, через которых пробивают. Как защищаться? Вот эти ситуации. Благодарю за макарон. Как Иисус сказал? Ударили по относике. Принесите еще форсу. Шутка, друзья, сейчас расскажу. Как не слить? Смотрите. Есть несколько уровней, не знаю даже, как их назвать, просто уровней жизни. На первом уровне жизни вот такая колбасня, когда человек просто его с одного на другой кидает. Нелепая ситуация, он даже не осознает, почему ему бьют лопатой по башке сверху. И он просто слепой, у него очень сильно сужено сознание. Это первый уровень, то есть это вообще зомби, зомби апокалипсис. Второй уровень, человек более-менее энергетически гармоничный, более-менее, у него семья, хороший доход, все нормально, ну вроде как все нормально, средний уровень жизни, все хорошо. Но с ним бывают, случаются нелепые ситуации, он знает как с ними справляться, ну знает, как вырулить знает, такой, как сказать, опыт уже имеет, нормальный, но они с ними случаются, все равно есть, пробивает, что-то пробивает, либо через близких, есть очень много людей, которых пробивает через родственников, очень много, то есть человек более-менее энергетически гармоничен, но есть родственник или еще кто-то, наркоман, и он постоянно какие-то проблемы ему создает, почему, потому что наркомана давит эгрегор, и он первое, у вас ну или не хочу говорить у вас этого человека забирает потому что у наркомана его уже нет, все, то есть он должен и все, либо его вообще оградить, все, отрезать, полностью отрезать, но все равно если сын матери наркоман, то мать все равно это чувствует, все равно идет слив, все равно мать отдает, это печально. Есть общество анонимных алкоголиков, а есть общество жен анонимных алкоголиков, где жены работают над своей энергетикой, а их мужья бросают пить. Вот мне кажется, что нужно работать над своей духовностью, в мире не касается, не встречается бомжей, не встречается преступники. Правильно, вы сейчас говорите о третьем уровне. Никогда на тебя никто не прольет как макароны. Это третий уровень, первый уровень, когда совсем вообще должен быть, второй уровень, когда может справиться, но случается, и третий уровень, когда уже ничего не происходит, просто не касается, как с гусом. это когда ты выходишь из поля видимости и из этой вибрационной зоны вот этих ребят. Когда человек просто выходит из этой зоны. Понимаете? Сюда третий уровень. Вот как раз таки третий уровень очень хорошо чувствуется при смене питания, когда переходишь на сыроедение, когда тебе уже не вообще ничего. Либо после определенного курса дыхательных практик. Опять же, если вы питание не поменяете, либо как-нибудь его не улучшите после курса занятий по дыхательным практикам, вам придется все равно делать практики накачки энергии. Потому что будет цеплять. Потому что это грегор питания, он очень-очень всемогущий. То есть он все равно достает через попадание в пищу. Но от этого можно уйти. Дальше. И на третьем уровне у вас столько энергии, так много ее, что вы можете выпить кофе, там, ну, конечно же, не бухло, нет. Никакое там, наркота, ничего. там мелочь какая-то может проскочить, но она не заденет вас, потому что у вас достаточно большой потенциал. Опять же, он не бесконечен. То есть вы можете знать, какие законы нарушать, вы можете это четко осознанно делать, но знать меру в рамке определенного. Вот и все. Понимаете? То есть это разные уровни. Просто уровни разные. А алкоголь вообще никакой вообще? Никакой вообще алкоголь. А организм выделяет алкоголь. Организм выделяет алкоголь. Первая еда преобразуется в алкоголь, в алкоголь. Тогда мы понимаем, что мы все. Не знаю. А вот даже есть случаи, что этот человек хорошо поел после часов 10 он у нее поспал, сел за рулем, если он хорошо поел, то у него будет алкоголь в крови. Вы говорите о том, что он поел такие продукты, которые вызывают брожение. Да, будет алкоголь. Грозьки винограды? Да, те продукты, которые вызывают брожение. Но алкоголь пить и еще думать, что это полезно, это глупость. Потому что алкоголь это яд. Это чистый яд. Вот итальянский стакан вина в день. Это культурный алкоголизм, а это такая подсерка, да? Да, конечно. А виноградный сок это же? А виноградный сок? Там алкоголь есть? Нет. Не знаете? Нет. Я думаю, что там нет алкоголя. Там есть короче какая-то тема, которая ущипляет вот такой поэтому я пробую динограмму и там чуть-чуть нет. Друзья, ну зачем попадать? Вот есть умный, который знает, как из ямы выбраться, а есть мудрый, который знает, как в нее не попадать. Вот вы выбирайте что-то из двух. Вы можете быть умным, но вы будете в яме постоянно. Говорят, я такой умный, я знаю, как из нее выбраться. Смотри, хоба! Смотрите фишку, вылез. Слабо? А есть мудрый, он просто смотрит на этого умного, который прыгает в яму и развлекает народ. он даже ничего не скажет, он просто пойдет дальше. Все, то есть вы выбираете, что вы хотите в этой жизни. И все, да, там можно, есть там, которые, ну это прыжки с одного эгрегора на другой. Можно выпить алкоголя, если человек там начинает употреблять амфетамин на пьяну, он трезвеет. Хо! Классно! Че, все не торгнуло, алкоголь перебивает этот вид наркоты. Все. И что? Это же не значит, что можно бухать, и когда тебе надо протрезеть, можно нюхнуть этого порошка. И все. Но все равно это еще хуже, это вообще раздравит. Это потом закончится очень-очень. Процент. Вот, допустим, эгрегор пищи, питание, вареное питание. Если человек становится приверженцем этого эгрегора, но начинает сублимировать его энергию творчества, допустим, становится искусственным кулинаром или там поваром, когда ему же эгрегор пищевая лень помогает, Конечно! он становится успешным в социуме. Конечно! Во-вторых, он все-таки сублимирует. Конечно! И чем же это... И просто поглощает бездумно. Конечно! И все это может иметь несколько путей развития. Кулинары, посмотрите, много ли кулинаров прекрасно выглядит? Так, заключение, что за храницей да. У нас вроде нет. Знаете, где они хорошо выглядят? На рекламных плакатах. Ну, по телевизору тоже. Люди, которые любят поесть, я не могу сказать, что это... Тут не поесть, они, как правило, даже те, кто вот хорошо готовят, они не столько гурме, как их называют, гурме, когда они кушают мало, но с изяществом, с вкусом... Второй уровень. Те же самые, тот же самый алкоголь. Если человек начинает заниматься и сублимировать эту энергию, и он начинает в вене понимать там, какого-то урожая, молодость, как где собрали. Я согласен. Конечно, люди употребляют алкоголь, кушают нездоровую синтетическую пищу и даже как-то размножаются. Жить можно, друзья. Я не говорю, что все умрут и все, надо переходить. Нет, пожалуйста. Я говорю о том, что есть законы, определенные законы, которые отменить никто не в силах. Они работают именно так. Вот такие законы. Все. нарушаете вы их, не нарушаете, соблюдаете. Просто с соблюдением этих законов вы можете прийти к еще гораздо более высокому уровню развития. Как тела, так и энергетики и т.д. и т.п. Еще одну вещь скажу. Если человек находится на этом уровне, на уровне номер один, и что бы ему не рассказывал человек на уровне два, вот этому, говорит, тут так круто вообще, бросают. Это первый второму, говорит ли, второй первым? Второй, первым. А первый его слушает, а этот светит, говорит, да ты чё, как только ты бросишь курить или наркотики, тебе станет лучше. да, ты понял, да, бросишь, да. После очередной дозы. Он не поймет никогда, пока ему либо по башне не настучит, либо еще что-то. Этот ему не поможет словами, то есть он должен сделать, либо напитать его энергией, так, аккуратно, пожалуйста, напитать его энергией, и тогда будет, ну, либо передать ему определенное, закрыть его, то есть, причем тут надо знать еще, как закрыть его дыры, если он не знает, он просто ему будет отдавать и все, этот будет его разводить, точнее, будет его разводить не этот, а вот эти ребятки, через лобки, все, можно его в кобылу так же. Все ли понятно? и все, и все, и все, и все, и все, и все. А вы читали до конца, Да, Кастанедо. Нет? Это очень сложно. Теперь к вам просьба, дочитайте его до конца. А что за книжка? Карлос Кастанедо, все к ней, все 11 книг. Ну то есть основной, так сказать, урок можно вынести, самоподавляющее, меняем питание, это лучше всего. Это очень чувствуется, да. Попробуй, попробуй побыть на фруктовом питании пару дней, 2-3 дня попробуй, и ты сразу увидишь разницу. Во-первых, будет меняться сознание, то есть ты почти не будешь питаться. А по физике, да. Почему при смене питания, при переходе на сыроедение человек просто ломает, какая-то наркотическая штука. Ломка реально начинается. Ты просто, тебе просто кузит. У тебя в животе бурлешь, тебе живот болит. Вот реально, как убрали, да, как убрали у наркомана солому эту маковую, его начало крутить. Да ему нужна доза. Людям снится курица, во сне он потеет, то есть все происходит. Это ломка реально. Это факт, я через это прошел тоже. Это реально так и есть. Поэтому это доказывает то, что пища вареная и стандартная, да, традиционная, это наркотик. Потому что от фруктов так не ломают. Не ломают никак. Я сегодня съел полкилограмма персиков. А, ну немножко с храических конфет чуть-чуть. Это тоже кредит маятника, потому что эти конфеты из с шоколада, шоколада это уже. Определенная доза, ну так и небольшой, поднимает настроение. Но я знаю, какой закон нарушает, поэтому у меня есть что отдавать. Я это закрою быстро. Ну немножко шоколад, ну конфеток сыроческих. Сейчас вот у меня ждет немножко мушмолы. И это будет мой обед. И до вечера мне еще одно выступление до 9-10 до ухода. И все. А, домой приеду, может быть, съем чуть-чуть черешни. Редко. Редко. Помощь с салатом. В отношении тоже питания. Витамины, которые таблетно не рекомендуют? Туалет. А чьи вы витамины? Деньги дяди. Тоже, что они еще раз. Туалет. Витамины, которые вы покупаете в аптеке. Мультитапс. Фигня. Ничего не усваивается. Обещаю себе кладу простой. Полно. Ну ясно. Почему? Почему? Обратимся к закону. Почему не усваиваются аптечные витамины, а витамины в фруктах и овощах, в зелени усваиваются? Он, не дай бог, выпил молока, это животная пища, вот прошло. Человек, который подсажен на животной пищу, он кроме мяса ничего не может есть, у него что ни мясо, то ни еда, и он выпил, не дай бог, гранатовый сок свежевыжатый, его просто пронесет. Он не усвоится, и высыпь и высыпь, почему? Потому что он подвязан на этом тебе пища. Но тот человек, который питается, подвязан на растениях, у него меньше проблем, по факту. Но он от животной пищи может, ему станет плохо. Вот и все. А хоть вы, я не знаю, вот съешьте вы таблетки, кучу таблеток, витаминов, они просто идут в унитаз. Минимум там что-то усвоится только в том случае, когда ваш организм просто настолько будет истощен, что он будет рвать откуда только можно, если ему не хватает витамина. Тогда вы ему эту таблеточку кидаете и что-то усваивается, когда он просто, ну дай мне хоть что-нибудь, хоть я не знаю, хоть какую-то таблетку ты ему даешь, он ее просто порвет, он хоть что-то выделит. Понимаете? А ее усваивается. Откуда? Вот есть. Вот сразу смотрите, есть. Крем, габетон. Фармацевтика, а есть природа. Все, откуда? Йод отсюда? Нет. Либо плохо. Йод отсюда? Да. И хорошо. Фармацевтика, природа. Все, вот вы думаете, откуда. Понятно? Почему таблетки, витамины не усваиваются? Потому что это не самое, это усваивается растение. Съешьте вы зелень и пучок, съешьте вы фрукты. У вас будет в тысячу раз больше витаминов природных. И они хорошо усвоятся, белков, кальция. Отсюда возьмите, нежели чем от какого-то дяди, фармацевта, фирмы и крутой рекламы, на что ведутся люди. Чем кормили это растение? Ну, это уже следующее подразделение. Поэтому, конечно, растение с огорода лучше. Я эту тему еще пока не закракиваю. То есть я объясняю общий смысл. Мы можем тогда общаться до бесконечности, кто откуда что, кто эти еще растения поливает и пошло-пошло. Но опять же, если растение было выращено на какой-то плантации и вы его еще сварили, то там все. Ну, там хоть что-то будет, но это лучше, чем сахар, который продают, химия, фармацептика. Какой сахар, позовите на мед. Ну, вот так вот. Варенье, варенье из фруктов, из ягод. Ну, не варенье, а сирене, я, конечно, не делаю. Ну, вот смотрите, варенье, компоты. Это вообще такой яд. Вообще жесть. Просто почему? Потому что организм это, конечно, принимает, но он вопреки этому все делаю. Он приспособлен к усвоению этих штуков. Зачем варенье? Вот, я не знаю, нужно пить молоко, оно полезно. Кто вам сказал, что молоко нужно пить корове? Кто сказал, что человек должен к вымени подойти и выкать? Это полезно. А если еще сделать сыр, коровка? Кто сказал, что у животных надо пить молоко человеку? Ну, тогда пейте человече молоко. Все оно полезно. Ну, по факту, подумайте. С чего взяли люди, что ли? Вот откуда эта мысль пошла, что... Ну, а как, если вот минералы преобразовались в растения, а растения преобразовались в животных. В какие-то формы. И мы это получаем, как бы, от животных. Те же минералы, они получили от растений. До двух лет, потом у него все, им нужно и нужно. Посмотрите. Американский фильм про это. Там много гормонов и любимцев взрослого возраста нельзя. Но темно, потому что там очень много гормонов. Вы посмотрите в природе, какие животные. Мы же тоже из природы. После владельческого возраста. Кто дальше пьет молоко? Хоть кто-нибудь это делает? Нет, человек делает. Он еще из него сыр, творог, фигурок там еще что-то там делает. Еще и творог отваривает, пережаривает. Запичкает блины еще с мясом. И, короче, нормально. Я просто что хочу донести. Все это есть можно. Не обязательно вам сейчас сегодня идти и от этого всего отказываться. Мы просто плавно перешли на пищу. И постоянно тема всплывает. Питание. Просто знайте, что вот такая штука происходит. Вот пищевается почерп. Вы можете быть хищным человеком. Пожалуйста, но... Да, можно ли отказаться от еды? Можно ли отказаться от еды? Можно ли отказаться от еды? Ну, периодически поделизит, показывает людей, которые говорят, вот я уже несколько лет ничего не ем, как ухуду, и от солнечной еды. Значит, синтезирует себе в жизни. Ни один такой человек почему-то не доказал, что он это делает. Почему? Ванки не дадут? Ни один. Короноед не сказал, что не доказал. Я могу доказать, что я не ем вареное и животное пище. Закрыть меня там на несколько минут, на год закрыть и кормить только фруктами. Пожалуйста, все. Это доказуемо. А если нет, то все. Если проноед, ну, закройте его на месяц. Если он не сдуется, то... Если он будет еще через месяц. Я говорю, проноед. Вакуум его. Вакуум его, да? Ты что, проно? Да, проно где? В воздухе. Мы тебя вакуум выкачаем. Будешь там... Есть нечем. Воздуха нет. Поэтому и дела. Понятно, да? Вот это энергетические кредиты. Вот откуда проблема. По здоровью, с деньгами, в отношениях. Это все отсос энергии от каких-то причин, которые человек знает, либо не хочет осознавать. Ну, вот теперь вы знаете. А соль можно? Соль. Не знаю. Соль это усилитель вкуса. Факт. Соль это минерал. Соль это минерал. Вы задавайте вопросы. Роман, а не здесь любая привязанность игреку, забирающей силы? Ну, или как это? Среди солнца. Любая привязанность. Да, любовь. Человеку там, я не знаю. Как это? Ненормальная любовь, не сумасшедшая. Это же нормальная. К сериалам. К субботу. Ненормальная любовь. Ненормальная. Это слив энергии. Нормальная любовь. Это гармоничный, это хорошая, выгодная сделка. Я отдаю вам это. Я проявляю к вам такие чувства. Вы ко мне проявляете те же самые чувства. У нас идет обмен. Я вам даю свою энергию. Где написано эти тертели и нормы? На что ориентироваться? Вот это нормальная любовь или ненормальная? Ну, вам придает силу это или забирает? Как они предали, предали. Если вы будете думать, что могут предать, то когда-то это будет. Вы не думаете об этом. Как правильно это случается с теми, кто об этом? Не знаю, не знаю. Есть законы, которые можно нарушать, можно соблюдать. Можно не знать, но нарушать. Но не зная их, соблюдать очень сложно. Потому что слишком много отвлекалов, очень много рекламы, которая привлекает вас. Ваша энергия нужна. Ваша энергия нужна. Очень многим всяким игрерам. И все. На что вы победитесь? На какой рекламный щит? Что вам понравится? Этот, этот. Они пестрят. И людей вам нарисуют красивых, здоровых. Свободного человека нет, все равно что ли появится? На планете нет. На земля нет. Ну конечно. Конечно. Но это позволило мне эти законы хотя бы узнать и проверить. То есть я их на себе профилю. Да, что-то. Конечно же, бывает, что я что-то съем. Рисы там. Ну и колбасы. Нет. Нет, я это уже. Ощущаете, что вы сделали что-то неправильно? Нет, просто кирпич. Вал сюда. И организм не знает, что с этим делать. Инородное тело. Как вот если съесть вам кирпича, но мыло еще усвоится, то я от него там что-то получше. А если вы кирпич или там немножко камешков покушаете с приправами, камней, они упадут, и ты будешь чуять это. То есть твой организм не знает. Примерно так. Примерно так рис чувствуется у того, кто перешел. Ну, наверное, тем не менее, в генах наших зашит уже какая-то восприимчивость определенной вещи. Поэтому не может организм совсем не узнать риск. Даже если несколько лет сыроеден. Конечно, мои родители не были сыроеденными. Деды и бабушки. Я сначала не был. Я только в 27 лет перешел. И то для эксперимента. Ну, просто интересно. Опять же, эта история, она накладывает свое все равно. Все равно организм, он как бы чувствует какие-то... Я вот интересовался вот этим сыроеденными. В интернете читал, и очень много мне попадалось такое, что наоборот, говорят, вот стали заниматься сыроеденными, и им стало плохо. Вот наоборот. Да. Такие гадости, какие были здесь вообще. Вообще ужас. Слишком было. Да. Перестали есть, опять все стало. У меня то же самое. Стали нормально? Или до сих пор иногда накатывает. Но это физиология. Понимаете, чтобы физику перестроить, надо очень много времени. То есть правильно переходить на сыроедение, правильно, нормально, гармонично, это лет 5-10. Наша жена сыроеденна? Постепенно, да. Еще и беременна. Ну вот я про это хотел спросить. Не тянет ни на что. А ребенка после молочного скармливания... А он по природе должен молоко пить. Просто он сейчас уже питается фруктами, овощами. Ему вообще легче будет. Он сразу же... У него первый запуск будет после молока, это фрукты, овощи. Конечно же, желательно со своей грядки нужно будет уже дровать. Это гемор, честно. Заморочки. Не, недорого. Ты не так много ешь на самом деле. Тебе не нужно покупать... Фрукты, овощи должны быть чистые совершенно. Ну да, да. А семечки все применяют? Семечки проращивайте, не жарьте их. Сейчас нуд пророщенный продают в супермаркете, вы заметили? Сейчас много что проращено. Это, кстати, почему на эти начали продажи пошли, там всякие сыроидческие конфеты, торты, вот это все заполонило мозгу, честно. Попадается даже тут есть. Почему? Потому что сейчас идет активная пропаганда маятника сыроины. Они еще такие, многие активно даже чересчур фанат. А кто срежет купоны с этого маятника? Кто срежет купоны с этого маятника, с эгрегора? Это больше эгрегор природы. А кто же тогда запустил такую активную рекламу? Вот эта энергия, она просто более чистая. Это все равно тоже, ты же на этом сидишь. Просто... То есть это с рафанным радиом не через денежную рекламу, не через финанс? Ах, и я что? Сейчас переведу на средне за 30 дней, возьмите у меня курс, я специалист и так далее. Ну, понимаете, вы можете без всяких этих перейти, без... Просто какая-то помощь, эта информация сейчас навала в интернете. Вот и все. Нужна готовность. У меня после занятия это автоматически произошло. А это у многих после занятия автоматически, да? Я сказала сначала... Ну, не то, что я не слайне отказалась от нас, а не просто отказалась от нас, но просто для живого, для них все. Вот, пожалуйста, и яркие примеры, да? А потом случилось, я вот могу приехать недавно, я поняла, что я не могу есть молотку, я все по рожке, два, два рожкалики, один отнесла на работу, другой дома, и еле-еле, чтобы я не слышала, думаю, зачем это кем-то еще. Вот, у вас произошло освобождение, вы соскочили. А в этой неделе я пошла всякие пророжки покупать, я сейчас все прорачиваю. Вот, 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 вы соскочили, то есть у вас произошел перепад. Просто это естественное производство, то есть сначала мясо я оставила такую курицу, сейчас я даже курицу не знаю. Ну, это вообще нельзя подходить на прилавки, это же ужасные курицы, которые страшно. Это, вот, вот, мясо, курицы, там все. И рыба тоже страшно. Вот, зваки еще, хлебушек, вот, как, все не голова. Ничего не голова. Хлеб это вообще-то рви головам. А вот если вы сырые едите, то собачки сырые едите? Да, а зачем их варить, жарить? Кто вам сказал? Зачем? Вы мне аргумент найдите, зачем это делать? Али вкусные станут. Вкусные, что это такое? Кредит. Вкусненько, да, ням-ням-ням. Потом кубок. А свекло тоже сырые едят? Конечно. У свекло многих сырые едят. А че пачки? Просто, ну, с чего? Просто, понимаете, это, ну, это, ну, это, ну, это, это как сеть, она покрыла планету, это норм. То есть, ну, все. И многие люди, мы все привыкли к этому, типа, питанию. Привыкли, и на нем болтаемся нормально, еще и размножаемся хорошо. Ну, я просто хочу что сказать. Есть другой уровень, немножко выше, чуть-чуть повыше уровень. Ты никак не сменишься. А у меня иногда бывает там какие-то, там, температура на день. То есть, тоже бывает такое. Там, все там гриппом болеют, там, на неделю сваливаются. Если бацилла попадает, то я чувствую, да, ломота такая, но сутки там, не больше. Тоже, ну, тоже физику никто не отменял, да? Но просто меньше. Чуть-чуть по-другому. Ты там не бог, ты там не супер, там какой-то человек, там, взлетать, там, не можешь, там, и так далее. Вот, но соблюдение определенных правил тебе дает некое, там, относительно меня, прошлого, у меня есть преимущество. Раньше я многого не мог из-за того, что сейчас смогу. Все. Понятно, да? Да, ну, что интересно, то, что вы можете спорачивать. По воде и так же не ходите. А зачем? Ну, каждую зиму по воде ходим. Она в виде льда лежит. И мы ходим, и ходим. Так, орехи? Орехи кушайте, да. Смотрите, есть природа, есть другие ребята, посредники. Нет, ну, про это мы не понимаем. И вот вы можете сразу спросить вопрос. Если это от посредников, вы по-любому что-то потом отдадите. Не сейчас, не знаю. Потом это накопится, и бах, будет что-то. Что я сейчас могу, что раньше не мог. У меня просто нету даже вопросов. Не то, что ответов нет. Ой, ну, вопросы есть, и я тут же получаю ответы. У меня даже вопросов нету, почему то или иное происходит. У меня нет сомнений. Раньше были, я там думал, искал, где-то там. Это то напишет, это то скажет. И ты путаешься, это то, сё. Куча противоречивой информации. Она в башке вся вот так запутана. Сейчас этого нет. Я знаю, вот надо и делать так, вот так и вот так. Спросят, откуда я это знаю? Да откуда я знаю, откуда я это знаю? Причем. Вот так и всё. И состояние это идёт, из потока всё. Раньше такого не мог, раньше я искал, там что-то там, то, сё, там на лекции, там ходил, пытался, сравнивал, там ещё что-то. Ну, сомнения были, они толкали там. А не есть ли это присоединение к определенному объекту? Не есть ли это, потому что вы знаете, истина, вы просто присоединились, вы почувствовали спокойствие. Это вот тот четвёртый график, который мы на прошлой летом. Это чудесная жизнь. Есть ли? Нет, в два раза, это игры игры. Есть плюсы, отрицательные? Или все отрицательные? Нет, есть продолжительные зареженные. Природа, это наименее деструктивные игры. Не есть. Всё, приговор. Классно, да? А, Роман, хотел ещё спросить, чай, да? Чай, кодби, чем можно заменить чай, кодби? Травильной, как что-то? Что вы получаете от этого? Что, я пью пуэр тоже. Что вы получаете от этого? Я знаю, что я от пуэра получил определенный вид энергии, который я могу вернуть. Вы для себя вычислите, что вы получаете от того или иного вида ссуды. Нет, я говорю, а что можно заменить чай? Чтобы не пить воду? Просто вода, чистая вода, и всё? чтобы не пить чай. Ответ на этот вопрос вы можете узнать только в экспериментах. Экспериментируйте, да. Виски, да, вот. Её меньше надо, стопку бафельную, чай, там кружку надо, мало будет, а водку, там чуть-чуть, с пляжкой, хоп, всё прозрев. Ну, потом, просто, понимаете, какие законы нарушения происходят. Чай можно не заменять, можно заменить более дорогим чаем. Либо вообще... А, наверное, следующая тема будет, на следующую субботу, закон бескомпромиссности. Как быть бескомпромиссным? То есть, ты либо, если ты пьёшь чай, и ты, ну, не можешь от него избать, то ты пьёшь самый крутой, самый дорогущий чай, либо вообще его не пьёшь. То есть, никаких компромиссов, никаких. Я уже практически всю лекцию рассказал, следующую. то же самое. То же самое переход на сыроедение. Либо вы переходите на сыроедение, ну, пускай за пять лет, за десять, поставьте цель, но в итоге вы сто процентов всё переходите. Это нет компромисса. Либо вы вообще не переходите и питаетесь традиционно, но очень качественной пищей. смысл не надо туда-сюда, то есть, половинчато там, чуть-чуть беременным не получается быть. То есть, нужно быть либо так, либо так. Это во всём. Так же и с покупками. То есть, если вы хотите там, не знаю, фотоаппарат, вы покупаете крутой фотоаппарат, либо вообще его не покупаете. к примеру, и так во всём, во всём. Да, хоть какие-нибудь. Фотошоп поможет. Это компромисс. Ну, что же. Друзья, ну, видите, это разный подход. Потому что возможность бескомпромиссным быть даёт, то есть, вам даёт больше, чем вы будете искать компромиссы. Как-то там что-то щёлкнуть, фоткнуть, вдоль 3 мегапикселя, фотошопом, перешёлк. морально устарелый фотоаппарат? Опять получится, что... Опять без компромиссов, всё. Слили, и купили крутой, да. То же самое с сыроедением. Без компромиссов будет сыроедение со своей грядки. Ну, понимаете, какой труд надо пройти. Надо найти эту грядку, сделать, оформить туда-сюда. А компромиссом будет там первый огурец, там схватить и съесть. Там, ну, протрясёт, там тебя, пронесёт и всё. Ещё один. И, то есть, человек не задумывается. Но в итоге, лучше выходить всегда на безкомпромиссы. То есть, никаких компромиссов. То есть, стремиться к этому. Ну, ну ладно, со своей грядки сыроедством можно заниматься только летом, а на зиму всю жизнь наши грядки делали заготовки через консервацию, соль, сахар, тюрьмы. Пожалуйста. А у нас сейчас есть, но вы меня, извините, у вас понимаете, какие увощи, которые в магазине, они же, наверное, не совсем чистые, не совсем приводны для своей грядки. Друзья, конечно, я с вами согласен. Абсолютно, я всё это вот точно так же думаю. А кто же здесь будет жить? Точно так же и думаю я, понимаете? Просто ищите их, просто есть законы, вот они так работают. как есть энергетическое ссуда с тем или иным процентом, которое можно взять, кайфануть, но знать, что отдаёшь. Есть, можно не брать. Оттуда пошла банковская система и деньги. Это с энергетики пошли банки, возьми денег, купи себе дом, квартиру, но потом отработаешь, отдашь, отдашь две квартиры, но по чуть-чуть будешь отдавать. Примерно то же самое. Все банки, вся банковская система, всё это пошло именно оттуда, с энергетикой. Опять же, разные процентные ставки. Кто же тебе из процентов даст? Только друзья. И то не все. Истинные друзья. можно взять и не платить. потом звонят, стучат, уехать, описывать. Поэтому пришло уехать. Четвёртый месяц. Нет, конечно, но опять же, тот, кто взял не платит, ему придётся затратить свою энергию в будущем на то, чтобы знать, как бежать. Ты тоже тратишь энергию. Тебе звонят, тебе долбят, у тебя и уходит психическая энергия, моральная. У тебя остаётся бисяк внутри. Остаётся мысль, что может где-то долбануть. Долги вообще энергии отбирают. Столько. Очень много. Незавершённые дела. Долги в незавершённые дела. Так вот. Это такое наркозакратное. Нереализованное желание. Всё. Если вы не можете реализовать желание, нужно сделать всё, чтобы от него отказаться вообще, перестать хотеть. Как правило, это очень сложно сделать. Либо его нужно реализовать в любом случае. Либо вообще ничего не переживало. А отказаться как бы закрыть. Да. Да. Просто, и знаете, ещё в чём бывает слово? У человека на протяжении жизни от нуля жизнь до ста, человек тут живёт, и у него в течение, ну, до этого времени было одно желание, второе, третье, четвёртое, пятое, шестое, седьмое, восьмое, девятое. И вот у него была куча желаний, и только один и два, ну, там, три реализовались. А вот эти желания не реализовались, но забылись. Но энергию не хавают. Да. в дыхание, в дыхании, в дыхании происходит возврат энергии, подавленности, психическая энергия, которая была потрачена, она возвращается через дыхательные практики. Откуда она тогда берётся? она закрывает дыры прошлого. Ну, люди, откуда, вот у кого всплывают люди? До сих пор до сих пор, они будут всплывать. В какой реке, да? Не говори реку, не надо. Это за грибу. Всплывают в памяти. То есть, идёт возврат энергии, люди начинают вылазить. Вы просто поймите, что дыхательные практики достают, они могут до самого рождения достать. Но не обязательно, что вы вспомните все свои желания. они просто проработаются на уровне энергетики. Всё. Оттуда вы берёте энергию, которая закрывает ваши кредиты, отдаёт кредиторам, и вам не хочется не курить там, либо вы нечаянно перешли на сыроеде. Всё, так случайно. Получили. Ну, к примеру, поставьте цель, и вас это будет. Как? Вот так. нереализованные желания, вот они, вот они хавают энергию. Если вы намерение не реализовали всё, по обещанию, обещанию общей темы. Пообещали кому-то, не сделали. Гиря. Да, и что нужно? Нужно вспомнить обещание. По возможности исполните, если нет возможности. Ну, хотя бы бы вспомнить для себя, проработать, что всё, я это не буду и как бы отметить, что нет, всё, закрыт. А оно, если не отмечено, никак, не вспомнилось, забылось, затёрлось, то оно будет хаватимым. Желательно вспомнить, подумать, какие вы обещания самые такие тяжёлые людям не исполнили, не сделали. Обещало, не сделали. Поэтому, так, музыку. Поехали. И вновь продолжает с тобой И сердцу тревожно в груди И Ленин такой молодой И юный октябрь впереди И Ленин такой молодой И юный октябрь впереди